Демонстрация товаров и услуг. Вступительный аккорд областного конкурса «Лучший предприниматель года». Именно с выставки начинается знакомство с потенциалом бизнес-кругов всех регионов области. Как правило, вернисаж продукции предприятий «Брещины» – пример грамотной пиар-компании и показатель того, что предприниматель мыслит новыми категориями, вкладывает в свое дело достаточно средств и сил, а значит, достоин занять почетное место в рядах лучших из лучших. В этом году таким стал лидер разработок информационных систем учета и управления «Юкола-инфоцентр». Брестское предприятие, сумевшее завоевать уважение коллег по бизнесу и доверие со стороны покупателей, сегодня динамично развивается как в Беларуси, так и за рубежом. Основным достижением за прошлый год стало выполнение плановых показателей. Выручка увеличилась на 50%. Это происходит с нами каждый год и очень нас радует. Основными планами на этот год является открытие офисов в трех белорусских городах, для того, чтобы мы были ближе к своему потребителю. И не на этот, а на следующий год мы планируем открытие офиса в Москве, для того, чтобы оказывать услуги на экспорт. Предпринимательство – мощный локомотив инноваций, который играет немаловажную роль в развитии экономики страны и региона. Удельный вес налоговых поступлений в консолидированный бюджет области в прошлом году составил порядка 30%. Сегодня, благодаря поддержке областной власти, в Брестском регионе работают более 11 тысяч малых и средних предприятий, почти 36 тысяч индивидуальных предпринимателей. В прошлом году создано около 2 тысяч микро- и малых организаций, порядка 15 тысяч рабочих мест. Предприниматели освоили много сфер деятельности и, безусловно, будут двигаться дальше, принимая участие в решении государственных задач. Нам нужны новые предприятия, новые рабочие места. Мы должны задействовать людей, которые освобождаются с других предприятий. Задача, что ставил Петр Петрович Прогопович, 30% ВРП, это тоже задача на этот год. Я думаю, что и в этом году до 200 предприятий промышленных новых будет создано в регионах и в городе Бресте. В этом году за звание «Лучший предприниматель года» боролись более 150 представителей бизнеса. Среди 16 победителей и 32 лауреатов немало тех, кто принимал участие в конкурсе не первый раз и имеет за плечами опыт успешного ведения бизнеса и таких, кто пришел на церемонию впервые. И в этом году представителям коммерческих организаций удалось успешно освоить новые сферы деятельности, усовершенствовать работу уже существующих и еще раз доказать, что они могут не на словах, а на деле покорять новые бизнес-вершины.